Всем привет, друзья! С вами Арликина, и сегодня мы проведем с вами обзор новых событий. Я расскажу вам, как максимум выгрести с этого всего, того, что навалило в этой игре. Открываем наш аккаунт. Кстати, да, теперь на Рутубе будет в основном появляться видео в первую очередь, и ссылочкой буду делиться именно с Рутуба. Подписывайтесь на мой Рутуб канал, ссылочка будет в описании. Переходите на телеграм-чатик, самый огромный, тоже ссылочка в описании по игре. Больше тысячи подписчиков уже нас собралось там. Давайте сразу прям перейдем. И первое, что у нас есть, это два новых здания нам воткнули. Первое, зал наказов. Второе здание, вот это вот тема, мельница какая-то, станция. Давайте перейдем прям сразу к карту. И у нас появились мутирующие товарищи. Сейчас мы найдем с вами их. Вот они они. Они от 1 до 5 уровня, мутирующий Кракен. Маркизика вы можете всего лишь один раз в день, одного маркиза собрать, пока идет это событие. То есть пока они есть. Но, но вы можете, если у вас есть сильные замки в альянсе, которые готовы вас поводить на 5-х Кракенов, вы можете неплохо так прокачать своего Конго. Главное это делать все с эконом-отрядом, чтобы не потратить стойкость. Стойкость режется достаточно сильно. Это прям вот самое первое, что появилось. Смотрите, дальше не специально не открывал. Есть опять нечестивые исследования. Я в прошлый раз говорил, каждый игрок должен выбирать трудный. Легкий, обычный это не котирует. Вам нужен именно трудный, потому что вы потом не сможете сделать выбор с легкого на трудный. А с трудного вы, конечно, сможете сделать, но это лучше кооперациями добить, кого вы там не сможете. Выбираете трудный, нажимаете призвать и, естественно, атаковать. Если вы, то кооперации на него не нужно собирать, это муть. Просто вы атакуете до того момента, пока не сможете пробивать сами. Ну, пока у вас стойкость не начнется резаться, то есть пробить там можно, но на одного придется сделать там много-много атак, и, естественно, это невыгодно. Тогда лучше делайте кооперации. Но первых вы можете сами, как ее, побить. Дальше у нас появилась наказа. Вот такие вот задания. Видите, я сейчас отправил. У нас в королевстве сразу же было обговорено, это НАП. То есть ни в коем случае нельзя нападать и на других игроков грабить, потому что это не есть хорошо. Вы там получаете очень маленькие награды, и это как бы нарушение НАП. То есть у нас все подсуетились. То есть вот это вот все тихо, спокойно делается. То есть одно вы делаете изначально, оно быстро, моментально происходит, дальше вы отправляете. Видите, золотые, да? Дальше нам дается билетик, да? Вот есть вот такие вот задания, фиолетовые, синие. Их не нужно выполнять, вам нужно нажать билетик «Обновить», и у вас из этих же заданий может появиться золотое. Если вы их выполните, вам нечего будет сегодня обновлять. То есть имейте это в виду. Мы нажимаем «Обновить», и у нас как бы, ну, тоже ничего не выпало, то есть хорошего. Появится сейчас еще два билетика, мы тоже их можем обновить. То есть фиолетовые вот эти вот, может быть, я еще выполню, а вот эти вот нужно обновлять. Тут можно выбить более хорошую награду. Вот так можно сказать. Плюс помощь. Помощь вы можете нажимать, вы ничего не теряете, вы можете помочь пять раз в день. И ограбить пять раз в день. По поводу грабежа, заводите ферму в другом альянсе, которая у вас есть, и можете ее ограбить. То есть отправить по ходу, и, естественно, ограбить. Ферма ничего не потеряет, ну, и вы как бы утолите свою душу. Дальше есть вот такие вот кораблики, да. Они, их грабить можно со всех королевств. Они идут вообще не только в вашем королевстве, они в общем. Это вот такая вот попытка грабежа четыре осталось. То есть, конечно, лучше грабить золотых. Ну, то есть, фиолетовых, золотых стараться. Вот, видите, как бы тут уже ограблено, я так понимаю. Тут вот, видите, что-то, что-то украдено. Ну, короче, и вам тут тоже нужно отправить. Отправить нужно максимально сильные ваши походы в путешествия, да. Потому что они, то есть, вас будут грабить. И вы, короче, получится, получите, если вас ограбят там много раз, вы 50% где-то наград получите от заявленного вот этого вот количества. Вот, видите, целостность 100%, да. К концу, если вас будут грабить, то тут можете до 50%, если я не ошибаюсь, прийти по итогу назад к вам. По поводу грабежа, да, тут переносится, переносится. Ну, вот этого я не пробью. Что тут у нас фиолетовое? Давайте найдем что-нибудь. Ну, вот, давайте обнаружить. Нажмем, к примеру, да, и нажимаем грабить. Выбираем. Так. И нажимаем так. Ну, примерно плюс-минус. И отправляем, да, поход. Идет анимация, идет грабеж. И вот, видите, все три. То есть, раунд выигран, да, все. Нажимаем закрыть. Вот такие вот награды. Ну, это ни о чем, в принципе, но все равно приятно. То есть, вот насчет вот этих событий я вам сразу говорю, сделайте на по своем королевстве, чтобы, друзья, просто дальше это может даже привести, спровоцировать к войне в вашем королевстве. Что у нас еще нового? Ну, нового у нас больше особо ничего нет. Есть подарки Элизабет, те же самые, какие и были. Плюс у нас есть событие похожее, которое было, когда были в Анхельсинге. Вот такое вот событие. То есть, вы можете тут наформить сундучки со стойкостью. Ну, задание очень легкий. Плюс тут маркизы выпадают немного, но все равно приятно. Сороковые замки получили награды, кстати, как VIP-игроки. И плюс вот тут вот есть еще что у нас нового. В люксовых чудесах у нас есть звездное завоевание. Но это вам нужно, чтобы у вас были герои именно прокаченные, то есть, на три звездочки, чтобы забрать вот эту вот награду. Обчинка выделки не стоит, как можно так сказать. Вот. На этом все. Не буду задерживать ваше время. Всем спасибо. Получайте максимум. Теряйте минимум. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok